Айзек Азимов. Мнимые величины. Читает Александр Большишальский. Дорогие друзья, рассказ, который вы сейчас услышите, уже выходил на этом канале. Но я взял старую запись и заново ее обработал, убрал ненужные шумы, музыку и вздохи и оставил только мой голос и новую обложку. Желаю вам приятного прослушивания. Телекоммуникатор разбрасывал судорожные вспышки, пока психолог Сригеля Тан Порус неторопливо устраивался перед экраном. В глазах Тана появился блеск, возбуждение передалось всем членам его худенького тела. И даже необычная его поза, Порус уселся, водрузив ноги на стол, подчеркивала неординарность происходящего. Наконец коммуникатор ожил, засветился, и на экране появилось широкое лицо жителя Арктуса, выглядевшего раздраженной хмурой. «Сейчас середина ночи. Ты вызвал меня сюда прямо из постели, Порус». «А у нас самый что ни на есть день, Финнелл. Но мое сообщение у тебя начисто прогонит мысли о сне». Легкое беспокойство охватило Гара Финнелла, редактора журнала «Галактическая психология». Финнелл знал, что Порус, как и всякий гуманоид, имеет множество недостатков, но обладает при этом одним несомненным достоинством. «Никогда и никого не поднимет из постели положенные тревоги». Если Порус говорил, что назревает событие огромной важности, то степень важности оказывалась не просто огромной, а как минимум колоссальной. К тому же сейчас Порус был несомненно доволен собой, что случалось с ним не так уж часто. «Финнелл», — произнес он, — «следующая статья, которую я намерен продать вашему журналишке, станет величайшей работой, когда-либо мною напечатанной». На Финнелла это произвело впечатление. «Вы отдаете отчет своим словам?» — спросил он. «Не задавайте идиотских вопросов. Разумеется, отдаю. Послушайте». Тут последовало неожиданное молчание, в течение которого нетерпение Финнелла возрастало с величайшей скоростью. Но, наконец, Порус, будто актер, разыгрывающий на сцене драму, выдавил из себя напряженным шепотом. «Я разрешил проблему Сквида». Реакция оказалась как раз такой, какую психолог предвидел. Своим сообщением он вызвал немалой силой эмоциональный взрыв, продолжавшийся примерно минуту, в течение которой Ригелианин не без удовольствия отметил, что словарный запас благочинного и респектабельного арктурианца богат также и непристойными выражениями. Сквид Поруса давно стал притчей во языцах для всей галактики. Вот уже два года ученый бился с непонятным организмом с беты-дракона, который настойчиво погружался в сон, когда ему вовсе не полагалось этого делать. Порус выводил все новые уравнения и уничтожал их с такой периодичностью, что это уже превратилось в стандартную шутку среди психологов Федерации, но необычную реакцию Сквида объяснить не мог никто. И теперь Финнелла вытащили из постели, чтобы сообщить, будто решение найдено. Всего-то навсего. Финнелл разразился с заключительной фразой, передать которую телекоммуникатор мог лишь частично. Порус выждал, пока ураган стих, после чего мирно поинтересовался. «Знаешь, каким образом я ее решил». В ответ послышалось невнятное бормотание. Наконец Ригелианин заговорил. От былого его веселья не осталось и следа. А после первых слов пропали и следы ярости на лице Финнелла, уступив место выражению, означавшему, что артурианец испытывает неискрываемый интерес. «Не может быть!» — с трудом выдавил журналист. Порус договорил, и Финнелл тут же принялся яростно дозваниваться до издательства, чтобы приостановить печатание журнала «Галактическая психология» на две недели. Фура Сантис, декан математического факультета Университета Арктора, долго и внимательно рассматривал своего коллегу Сириуса. «Нет-нет, вы ошибаетесь. Его уравнения совершенно правильны. Я сам работал с ними». «Математически, да», — отозвался круглолицый сирианец. «Но с точки зрения психологии они лишены смысла». Сантис хлопнул себя по широкому лбу. «Смысл. Послушайте только, и это говорит математик. Всемогущий космос, коллега, что общего у математика со смыслом? Математика просто инструмент, и до тех пор, пока с его помощью даются правильные ответы и делаются верные предсказания, актуальный их смысл роли не играет». «Именно так я и заявил Тану Поросу. Большинство психологов знают математику настолько, чтобы не всегда путаться со сложением и умножением, но он в этом деле разбирается». Собеседник Сантиса сомнением покачал головой. «Да знаю, я знаю, но использование мнимых величин в уравнениях по психологии несколько превосходит мою веру в науку. Квадратный корень из минус единицы?» Он передернул плечами. Комната отдыха старших в здании психологического центра была переполнена и гудела взволнованными голосами. Слух о том, что Порос, разрешил ставшую уже классической проблему Сквида, распространился мгновенно, и разговоры велись только об этом. Постепенно всеобщим вниманием завладел Лор Харидан, который, несмотря на свою молодость, недавно был удостоен титула старшего. И теперь, являясь ассистентом Пороса, он явно считал себя хозяином положения. «Значит, слушайте коллеги, только учтите, всех подробностей я не знаю. Они — секрет старика. Все, что я могу сообщить, это, так сказать, генеральную идею, то есть каким образом Порос решил эту проблему, психологи пододвинулись поближе. Говорят, он воспользовался мерой новых математических символов», — заметил один из присутствующих. «И как раз в этот момент, когда у нас возникли затруднения с гуманоидами Земли», — Лор Харидан покачал головой. «Еще хуже. Представить не могу, что заставило старика работать в том направлении. Может мозговая атака, может кошмары, но как бы там ни было, он обратился к мнимым величинам, квадратному корню из минус единицы». Наступило благоговейное молчание, снова прерванное тем же голосом. «Просто не могу поверить. Это факт», — благодушно ответил Харидан. «Но ведь в этом нет никакого смысла. Что может собой представлять квадратный корень из минус единицы, если брать его в психологическом понимании?» «Значит, говорящий произвел в уме быстрые вычисления, как и большинство присутствующих. Получается, что нервные синапсы смыкаются не более и не менее, как в четырех измерениях». «Именно так», — раздался еще один голос. «Если воздействовать на Сквида сегодня, то его реакция последует вчера. Вот что должны означать эти мнимые величины. Кометный газ и ничего больше». «Дело в том, что Танпорус — особенный человек», — снова вмешался Харидан. «Вы полагаете, что его интересовало, как много мнимых величин возникло на промежуточных стадиях, если все они в конечном счете свелись к квадратному корню из минус единицы?» «На самом деле ему требовался конечный результат, сводившийся к простенькому выражению, которое может объяснить эти нелепые приступы сонливости. Что же касается их физической природы, какое это имеет значение? Математика всего лишь инструмент, не более». Последовало длительное молчание, удивленные присутствующие обдумывали услышанное. Танпорус занимал отдельную каюту на борту новейшего и самого шикарного межзвездного лайнера. Перед психологом стоял смущенный молодой человек, которого Порус не без удовольствия осматривал. Он был в поразительно хорошем настроении и, пожалуй, впервые за всю свою жизнь не выходил из себя, давая интервью деловитому представителю прессы. Репортер, в свою очередь, молча изумлялся приветливости ученого. На собственном горьком опыте он убедился, что ученые в большинстве своем недолюбливают репортеров, а психологи в особенности и часто используют их в качестве объектов для отработки своих методов, вызывая убийственно смешные для окружающих реакции. Журналист вспомнил, как однажды старикан с Канопуса убедил его, что величайшее наслаждение — жить на деревьях. Тогда потребовалось 12 человек, чтобы стащить его с вершины, а специальный психолог приводил в порядок его рассудок. Сейчас же он имел дело с самым великим из психологов — Таном Порусом, который деловито отвечал на вопросы, как и полагается нормальному живому существу. — И еще, профессор, — продолжал расспрашивать репортер, — я хотел бы узнать, как следует понимать эти мнимые величины. Не в математическом смысле, — торопливо добавил он. Тут мы верим вам на слово, а, так сказать, генеральную идею, понятную среднему гуманоиду. Я слышал, что у Сквида четырехмерный мозг. Порус взревел. О, Ригель. Четырехмерная чепуха. Если говорить чистую правду, то мнимые величины, вызывающие столь удивительную фантазию общественности, на самом деле свидетельствуют лишь об определенных аномалиях в нервной системе Сквида. Но каких именно, я не знаю. С точки зрения основополагающих законов экологии и микропсихологии ничего необычного в обнаруженном не было. Очевидно, ответ нужно искать в атомной структуре мозга этого объекта, но тут я бессилен. В голосе Поруса появились презрительные нотки. Ядерные физики настолько отстали от психологов, что нет смысла просить их разобраться в этом нюансе. Прославленный психолог обвиняет физиков-ядерщиков. И тут же возник заголовок для послезавтрашнего номера. Оскорбленные физики разоблачают прославленного психолога. Научные распри пользовались большой популярностью в прессе, в особенности те, что случались между физиками и психологами, переносившими друг друга с трудом. Репортер поднял сияющие глаза на Поруса. «Профессор, вы, конечно, знаете, что гуманоиды галактики очень интересуются личной жизнью ученых. Надеюсь, вы не обидетесь, если я задам вам несколько вопросов относительно вашей поездки домой на Ригель 4». «Валяйте», — добродушно согласился Порус. «Скажите им, что я впервые за последние два года выбрался домой и сейчас нахожусь в предвкушении отличного отдыха. Арктур несколько желтова для моих глаз, и обстановка здесь слишком шумная». «Это правда, что дома вас ждет жена?» Порус закашлялся. «Да, да, самая очаровательная малышка во всей вселенной. Можете записать, мне очень приятно, что я ее скоро увижу». «Тогда почему вы не взяли ее с собой на Арктур?» Выражение добродушия частично испарилось с лица ученого. «Работать я предпочитаю один. Женщины хороши, когда они на своем месте. Тому же мое представление об отдыхе — это отсутствие посторонних. Я люблю иногда побыть в одиночестве». «Этого, пожалуй, не записывайте». Репортер отложил блокнот и посмотрел на своего миниатюрного собеседника с нескрываемым восхищением. «Скажите, профессор, но каким образом вам удалось оставить ее дома?» «Надеюсь, это не секрет?» Он проникновенно вздохнул и добавил. «Очень скоро это могло бы мне пригодиться». Порус хохотнул. «Так и быть, сынок, скажу. Если ты первоклассный психолог, то должен быть хозяином в собственном доме». Интервью подошло к концу, репортер собрался уходить. Но внезапно Порус схватил его за руку. Зеленые глаза профессора сделались маленькими и злыми. «Послушай, сынок, не забудь опустить в статье последнее замечание». Репортер побледнел и отшатнулся. «Конечно, сэр. Ни в коем случае. Журналисты хорошо знают, что лучше не обезьяничать с психологом, иначе он сделает обезьяну из тебя». «Неплохо сказано. Выражаясь литературно, знаешь ли ты, что мне это под силу, если понадобится?» Молодой репортер поспешил покончить с расспросами, тянул голову в плечи и вытер холодный пот салба. Направляясь к выходу, он почувствовал себя так, будто стоит на краю пропасти, и мысленно решил. Больше никаких интервью с психологами. Во всяком случае, пока ему не повысят зарплату. На приближение к родной планете первым отреагировало сердце Пороса, застучав сильнее обычного. А затем его глаз достиг свет девственно-белого шара Ригеля. При этом мозг ученого бесстрастно констатировал реакция Б-типа, то есть ностальгия или условный рефлекс, связанный с тем, что Ригель всегда напоминал Поросу о счастливых переживаниях молодости. Термины, фразы, уравнения закружились в его изощренном мозгу, но назло им он был счастлив. На недолгий период человек восторжествовал над психологом. Порос отказался от анализа ради изумительной радости побыть некритично счастливым. За две ночи до прибытия он пожертвовал сном, чтобы не пропустить появление Ханлона, четвертой планеты Ригеля. Это и был его родной мир, который населяли маленькие люди. Где-то там, на берегу спокойного моря, стоит маленький двухэтажный домик, совсем крохотный, в отличие от высоких и громоздких зданий, что строят себе арктурианцы и прочие дылды-гуманоиды. Как раз наступил летний сезон, когда дома кажутся купающимися в жемчужном свете Ригеля. Какое это должно быть удовольствие после желтого солнца арктура. И, конечно, самое главное наслаждение, которого Порос был лишен вот уже два года, он получит, объедаясь жареным трипнексом. Причем его жена — лучшая мастерица в приготовлении этого изумительного блюда. При мысли о жене Тан Порос слегка поморщился. Конечно, было подлостью бросить ее вот так вот на два года, но это диктовалось необходимостью. Он еще раз взглянул на разложенные перед ним бумаги и принялся их перебирать. Пальцы его слегка подрагивали. Весь остаток дня психолог потратил на вычисление реакции жены, когда она впервые увидит его после двухлетней разлуки. И результат получался не очень утешительным. Тина Порос обладала неукротимыми эмоциями. Ему предстояло действовать быстро и эффективно. Ученый быстро отыскал жену в толпе и улыбнулся. Было приятно снова ее видеть, даже если вычисления предвещали затяжной и мощный шторм. Он еще раз мысленно пробежал свою заготовленную речь и внес последние коррективы. В этот момент Тина заметила его, неистово замахала руками, пробиваясь в передние ряды встречающих, и повисла на его шее раньше, чем он успел к этому приготовиться. Оказавшись в ее любящих объятиях, Тан Порос с удивлением констатировал, что млеет от счастья. Правда, это была вовсе не та реакция, которую он ожидал. Что-то шло вразрез с его предположением. Жена ловко провела ученого сквозь толпу поджидавших репортеров к тротоплану, не переставая тараторить всю дорогу. «Тан Порос, Тан Порос, я уже думала, что не доживу до того момента, когда вновь тебя увижу. Да чего же здорово, что мы опять вместе. И ты был совершенно неправ. Здесь дома, конечно, очень хорошо, но когда тебя нет, что-то тут не так». Порос не верил своим глазам. Подобная встреча была совершенно не характерна для Тины. Отчуткий слух психолога все это воспринимал как бред безумный. У него не хватало соображений отвечать хотя бы мычанием на отдельные высказывания. Медленно кочанее в своем кресле, он с ужасом наблюдал, как уносится земля под ними, слышал, как воет вокруг ветер, когда они неслись к своему домику на берегу моря. А Тина Порос продолжала болтать, легко и ненавязчиво связывая воедино слова, составляющие непрерывную цепь ее монолога. «И, конечно же, дорогой, я приготовила тебе целого триптекса, зажаренного на вертеле с гарниром из сорниесов». «Ах да, что это за история с новой планетой? Землей, ведь ты ее так назвал. Я тобой так гордилась, как только услышала, я сразу сказала…» и так далее, и тому подобное. Пока ее слова не превратились для Пороса в бессмысленный конгломерат звуков. «Но где же ее упреки? Где слезы, вызванные жалостью к себе?» За обедом Тан Порос попытался взять себя в руки и мысленно призвал на помощь всю свою волю. Перед ним стояла выпускавшая поры тарелка с триптексом, почему-то совсем не вызывающим аппетит. Но психолог заговорил, как ни в чем не бывало. «Это мне напоминает тот день на Арктуре, когда я обедал с председателем правления». Он погрузился в подробности, хотя совсем отклонился от сути дела. Живописал шуточки, при этом лирически гневался на собственное от них удовольствие, сделал упор, почти не замаскированный на тот факт, что он чуть было не забыл свою жену. Наконец, в последней дикой вспышке отчаяния, как бы ненароком вспомнил, что поразительное количество ригелианских женщин встретил в системе Арктура. На все эти слова жена проговорила с улыбкой. «Я так рада, мой дорогой! Это просто замечательно, что ты там был не один. Ешь же свой триптекс!» Но Порос не мог есть даже триптекс. При одной мысли о еде его начинало мутить. Растерянно, пожалуй, даже испуганно, он посмотрел на жену, медленно поднялся, пытаясь сохранить остатки достоинства, решил спастись бегством и уединился в своей комнате. Там он лихорадочно полистал расчеты, потом рывком опустился в кресло. Кипя от ярости, Порос понимал. С Тиной явно происходило что-то недоброе. Невероятно недоброе. Даже интерес, появившийся к другому мужчине, на мгновение он предположил и такое, не мог настолько революционно изменить ее характер. Психолог рванул на себе волосы. Существовал какой-то тайный фактор, еще более невероятный, чем этот, а он понятия не имел какой. В это мгновение Тан Порос отдал бы все свои всемирные заслуги только за то, чтобы его жена сделала хоть одну попытку снять с него скальп, как в добрые старые времена. А рядом в столовой Тина Порос позволила веселым искоркам заиграть в ее глазах. Лор Харидан отложил ручку и сказал. «Войдите!» Дверь открылась, появился его приятель, Эбло Ранник. Одним движением расчистил угол стола и уселся на его край. «Харидан, у меня идея!» Голос его прозвучал необычно, словно виноватый выдох. Ранник извлек экземпляр журнала «Галактическая психология» и развернул на нужной странице. «Ты следил за экспериментами Ливелла на Проционе-5. Интересно, там использовались магнитные поля или ультрафиолетовое облучение?» «Не моя область», — ответил Харидан. «Но, конечно, я о них слышал. А в чем дело?» Так вот, появляется реакция Е-типа, которая порождает «хочешь — верь, хочешь — не верь» — стройный эффект Фимбола, практически в каждом случае, в особенности у высших беспозвоночных. «Хммм...» «Значит, если мы попробуем применить это к Сквиду, то получим...» «Нет, нет и нет». Харидан неистово замотал головой. «Порус меня в порошок сотрет. Великие звезды, что он тогда со мной сделает?» «Да послушай ты, дурачок. Последнее слово не за Порусом, а за Фриеном Обелем. Ведь Обель — глава департамента психологии. От тебя требуется лишь обратиться к нему за разрешением. И ты его получишь». Говоря между нами, после той прошлогодней заварухи с «Хомо-Сол», он старается Порусу на глаза не попадаться. Харидан все еще пытался сопротивляться. «Вот ты и обратись за разрешением». Раник поперхнулся. «Нет. Если по правде, то мне не стоит показываться ему на глаза. Кажется, он до сих пор подозревает, что ту штуку с ним выкинул именно я, так что мне лучше не соваться». «Ну, ладно, попробую». Выглядел лор Харидан так, словно неделю не спал как следует. Раник посмотрел на него кротко и терпеливо и вздохнул. «Взгляните на него. Может, ты соизволишь сесть». Сантин сказал, что есть возможность получить окончательный результат уже сегодня, не так ли? «Да, я знаю. Но какой позор. Я семь лет убил на высшую математику, а теперь допускаю дурацкую ошибку и даже не могу ее найти». «Но если ее искать не надо». «Не будь идиотом. Ответ тут просто невозможен. Он и должен быть невозможен. Должен!» Высокий лоб Харидана пошел морщинами. «Ой, я просто не знаю, что и думать». Его все еще продолжали одолевать дремота и навязчивое желание растянуться на ковре, лежащем на полу. Но Харидан не прекращал отчаянных размышлений. Неожиданно он опустился в кресло. «Это все временные интегралы. С ними просто невозможно работать. Я же тебе говорил». Нахожу их в таблице, трачу полчаса, чтобы подобрать наиболее подходящее значение, и они дают, ни много ни мало, 17 возможных вариантов ответа. Пытаюсь отыскать хотя бы один имеющий смысл. И помоги мне, Арктур. Выходит, что или они все имеют смысл, или не один. Составляю таблицу для восьми из них, как в нашей задаче, но комбинаций получается столько, что разбираться с ними нужно всю оставшуюся жизнь. Ложный ответ. Я удивлюсь, если после этого живым останусь. Взглядом, который он бросил на толстый том таблиц временных интегралов, очень даже можно было испепелить переплет, чего, к величайшему удивлению Раника, все-таки не произошло. Замигала сигнальная лампочка. Харидан рванулся к двери. Выхватил из рук курьера пакет с яростью распечатал его, невзирая на печати, и, пролистав, не глядя, остановился на последнем абзаце последней страницы. Сангин писал. «Ваши вычисления правильны. Желаю успеха. Но не стоит поросу наносить удар из-за спины. Лучше сразу войти с ним в контакт». Раник прочел резюме, выглянул из-за плеча Харидана, и они долго и недоуменно смотрели друг на друга выпученными глазами. «Я был прав», прошептал Харидан. «Мы обнаружили такое сочетание, при котором мнимые числа в квадрат не возводятся. Эта предсказуемая реакция включает в себя мнимые величины». Раник сглотнул, чувствуя, что его охватывает оцепенение. «И как ты это интерпретируешь?» «Великий космос. Клянусь, галактика не знаю. Нужно передать дело поросу, вот и все». Раник хрустнул пальцами и схватил своего коллегу за плечо. «Нет, нет, только не это. Мы упустим величайший шанс. А если доведем дело до конца, будущее нам обеспечено». Он не мог говорить от возбуждения. «Великий Арктор, да любой психолог дважды заложил бы собственную жизнь ради малейшей возможности оказаться на нашем месте». Сквид с бета-дракона благодушно плавал себе, не испытывая трепета перед гигантским соленоидом, окружившим его бассейн. Множество перепутанных проводов, освинцованных кабелей, подвешенных кверху ртутных ламп, ничего для него не значили. Он пощипывал листки морских папоротников, растущих вокруг, и, казалось, был доволен тем, что существует в мире со всем миром. Другие чувства испытывали два молодых психолога. Эбло Ранник суетился над сложной паутиной переплетений в попытке еще раз заново все проверить. Лор Харидан помогал ему тем, что кусал себе ногти, безжалостно отгрызая их один за другим. «Готово», заявил, наконец, Ранник и вытер платком под солба. «Бей его, не жалей». Засветились ртутные лампы. Харидан задернул занавески на окнах. В холодном, тускло-красном свете Ранник и Харидан с позеленевшими лицами внимательно наблюдали за Сквидом. Животное безостановочно двигалось. В жестком ртутном свете Сквид казался тускло-черным. «Врубай ток!» — хрипло бросил Харидан. «Никакой реакции», — проранил Ранник, словно бы никому не обращаясь, и тут же затаил дыхание, так как Харидан еще ниже склонился над Сквидом. «С ним что-то происходит. Мне кажется, он начал слегка светиться. Или меня глаза подводят?» Свечение сделалось более отчетливым. Казалось, оно отделилось от тела животного, образовав вокруг светящуюся оболочку. Томительно текли минуты. «Он излучает какой-то вид радиации. Можешь называть ее как угодно, и с течением времени этот процесс усиливается». Ответа не последовало. Оба продолжали терпеливо наблюдать. Вдруг Ранник испустил приглушенный вопль и с чудовищной силой вцепился в локоть Харидана. «Взрывающиеся кометы! Это еще что такое?» Цветящаяся сфера, неведомо как, выбросила наружу псевдоподию. Маленький язычок коснулся покачивающегося папоротника, листья которого мгновенно побурели и завели. «Отключай ток!» Щелкнул выключатель, погасли ртутные лампы, сгустились тени, и экспериментаторы нервно переглянулись. «Что это было?» Харидан покачал головой. «Не знаю, что-то определенно ненормальное. Я никогда раньше ничего похожего не видел». «Но ты никогда раньше не видел и мнимых величин в уравнениях, верно? Тому же я не думаю, чтобы это расширяющееся поле было какой-то неизвестной нам формой энергии». Ранник выдохнул, со свистом, и медленно отступил от бассейна со сквидом. Моллюск лежал неподвижно, но уже половина папоротника в бассейне побурела и увяла. Харидан с трудом дышал. Он сдвинул защитные очки. Во тьме светящийся туманный шар распространился более чем на половину бассейна. Тоненькие подвижные щупальца тянулись к уцелевшим растениям, а одна змейка, пульсирующей тенью, перекинулась через стеклянный край бассейна и теперь ползла по столу. От испуга Ранник перешел на невразумительный хрип. «Запаздывающая реакция! Ты не проверял ее на теорему Вилбона!» «Чего ради?» Харидана охватил приступ отчаяния. Голова его тряслась. Теорема Вилбона не имеет смысла, если туда подставить мнимые величины. «Надо было бы...» Ранник развил бешеную энергию. Выскочив из помещения, он тотчас вернулся с крохотной, пронзительно верещавшей, похожей на белку зверушкой из собственной лаборатории. Бросил ее на стол, по которому ползла пульсирующая змейка и линейкой пододвинул примерно на ярд. Светящаяся щупальца задрожала, очевидно, ощутила близость к жизни каким-то жутковатым незрячим образом и сделала быстрый бросок. Маленький грызун издал последний вопль, означавший непередаваемую муку, затем замолк. Через две секунды от него осталась лишь съежившаяся шкурка. Ранник выругался и с отчаянным криком выронил линейку, так как свечащиеся щупальца, уже более толстые, двинулась по столу в его сторону. «Иди сюда!» распорядился Харидин. «С этим пора кончать!» Он рывком расстегнул кобуру и выхватил поблескивающий хромом лазер. Острая тонкая игла пурпурного света ринулась вперед к сквиду и взорвалась со слепительно-беззвучной яростью на границе силовой сферы. Психолог выстрелил еще раз, передвинул рычажок и образовался непрерывный пурпурный луч разрушения, который прекратился только тогда, когда иссякла энергия разрушения. Но светящаяся сфера осталась неподвижной. Теперь она занимала уже весь бассейн. Папоротники превратились в мертвую бурую аморфную массу. «Надо связаться с советом!» выкрикнул Раник. «Эта тварь совсем вышла из повиновения!» Растерянности не возникло. Гуманоиды в своей массе просто не способны на панику, если не принимать во внимание полугениальных, полугуманоидных обитателей солнечной системы, и эвакуация с территории университета протекала спокойно. «Один глупец!» заметил старый мир Диан, ведущий физик Арктурианского университета. «Способен задать столько вопросов, что на них не сможет ответить и тысячи мудрецов!» Он провел пальцами по своей жидкой бороденке и звучно фыркнул в знак презрения. «Если проводить аналогию, то один космический глупый психолог способен заварить такую кашу, что ее не расхлебать и тысячи физиков!» Обелю ужасно захотелось оттаскать взорвавшегося физика за бороду. У него, конечно, было свое мнение насчет Харидина и Раника, но неувечному же физику позволять себе появившаяся полная фигура Куала Уинна, ректора университета, разрядила возникшее напряжение. Уинн задыхался, слова его перемежались с пыхтением. «Я связался с Галактическим Конгрессом. Они пообещали эвакуацию всего Эррона в случае необходимости». В голосе его появились умаляющие нотки. «Неужели нельзя ничего больше сделать?» Мир Диан вздохнул. «Ничего, пока. Этот сквид излучает особого вида псевдоживое поле радиации. Оно не носит электромагнитного характера. Это все, что мы сейчас знаем. Его распространение не удалось остановить ничем из того, что мы перепробовали. Все виды нашего оружия неэффективны, потому что в пределах поля радиации обычные качества пространства-времени, как мне кажется, нарушаются». Ректор озабоченно покачал головой. «Скверно, скверно. Надеюсь, вы уже послали сообщение Порусу». Он произнес это так, словно Порус был последней надеждой, той самой соломинкой, за которую хватается утопающий. «Да», — хмуро ответил Фриан Обель. «Порус — единственный человек, который должен знать, что же на самом деле представляет собой сквид. Если и он не сможет нам помочь, значит, больше никто не сможет». Обель перевел взгляд на сверкающую белизну университетских зданий. Трава более чем наполовину превратилась в бурую массу, деревья высохли. «Вы полагаете...» — ректор повернулся к Диану. «Это поле может распространяться и в межпланетном пространстве». «Пламя сверхновой энергии? Да я совсем не знаю, что тут делать!» — взорвался Диан и раздраженно отвернулся. Полнейшая безысходность охватила присутствующих и воцарилось гнетущее молчание. Тана Поруса уговорили сходить на концерт, результатом чего явилась глубочайшая апатия. Психолог ничего не видел и не слышал, ни бриллиантового сверкания вокруг, ни мелодичной музыки, которая заполняла зал. Концерты для Поруса всегда были проклятием, и 20 лет супружеской жизни он умело от них откручивался. Одно это было под силу только величайшему из психологов, а теперь... Из оцепенения его вывел неожиданный дисгармонический звук, раздавшийся у него за спиной. Порядок нарушили билетеры, вдруг столпившиеся у выхода, лишь виднелись протестующие движения рук людей в униформе. Наконец раздался скрипучий голос. «Я направлен к галактическим конгрессам и прибыл по неотложному делу. Присутствует ли в зале Тан Порус?» Психолог прыжком вскачал на ноги. Любую возможность покинуть концерт он воспринимал не иначе, как дар небес. Порус распечатал сообщение, врученное ему посыльным, и жадно впился в его содержание. На втором абзаце приподнятое настроение покинуло ученого. Наконец он дочитал сообщение до конца и поднял кверху глаза. Они метали молнии. «Когда мы можем вылететь?» «Корабль ждет!» «Тогда не следует терять времени». Он сделал шаг вперед и остановился. Чья-то рука ухватила его за локоть. «Куда это ты собрался?» спросила Тина Порус. В голосе ее послышались стальные нотки. На мгновение Тан Порус почувствовал, что задыхается. Он предвидел, что сейчас может произойти. «Дорогая, я вынужден немедленно отправиться на Эрон. На карту поставлена судьба целого мира, возможно, всей галактики. Ты представить себя не можешь, насколько это важно. Я тебе все расскажу». «Хорошо, я еду с тобой». Психолог опустил голову. «Конечно, дорогая». Выдавил он и вздохнул. Психологи из комиссии дружно как один хмыкнули и забармотали, после чего с подозрением уставились на висящий перед ним крупномасштабный график. «Смелее, коллеги», — проговорил Тан Порус. «Я сам чувствую себя в данном случае не совсем уверенно, но…» «Вы все ознакомились с моими результатами, сами проверили вычисления. Это единственное воздействие, способное прекратить реакцию». Фриан Обель нервно теребил подбородок. «Да, с математикой все четко. Рост водородной ионной активности может повысить интеграл Дэмона и тогда. Но послушайте, Порус, это не увязывается с пространством-временем. Математика здесь может оказаться бессильной, хотя, возможно, и все остальное не поможет. Это наш единственный шанс. Если бы мы имели дело с обычным пространством-временем, достаточно было бы залить этого проклятого красавчика-сквида изрядной долей кислоты или зажарить из лазера. А поскольку дело обстоит иначе, у нас нет выбора, и мы вынуждены пользоваться этой единственной возможностью». Порус оперебил чей-то звучный голос. «Дайте же мне пройти, говорю вам. Меня это не заботит. Пусть идет хоть десять конференций сразу». Дверь распахнулась, в проеме возникла массивная фигура Куала Уина. Он поискал глазами Поруса и устремился к нему. «Порус должен вам сообщить, что я схожу с ума. Парламент намерен возложить всю ответственность на меня, как на ректора университета. А теперь еще Дэон говорит, что...» И он беззвучно зашевелил губами, а мир Дэон, стоявший позади, продолжил рассказ. «Поле теперь покрывает примерно одну тысячу квадратных миль, причем его способность к росту равномерно увеличивается. Теперь больше не остается сомнений, что оно способно распространяться в межпланетном пространстве. А если понадобится, то и в большом межзвездном. Это уже вопрос времени». «Вы слышали?» «Слышали?» Уин прямо заблеяло от тревоги. «Можете вы хоть что-то предпринять? Ведь вся галактика погибнет. Погибнет, говорю я вам». «Да оставьте вы в покое свою тунику», — громыхнул Порус. «И позвольте нам все уладить». Он повернулся к Дэону. «Сообразят ваши шутейные физики выполнить такие хотя бы грубые замеры, как, скажем, скорость проникновения поля сквозь различные преграды». Дэон сухо кивнул. «Проницаемость варьируется в зависимости от плотности. Осьми, Иридии, Платина — хорошо. Золото-свинец — прекрасно. Чудненько, все срабатывает. Мне потребуется скафандр с осьмиевым покрытием и шлемом из свинцового железа. И чтобы покрытие было с обеих сторон, а шлем надежным и толстым». Куал Уин с яростью сорвался с места. «Осьмиево покрытие? Осьмиево! Клянусь великими галактиками, о цене вы подумали?» «Подумал», — холодно проронил Порус. «Но ведь они взвалят все это на университет, они...» Он с трудом опомнился, ощутив на себе угрюмый взгляд психолога. «Когда он вам понадобится?» — обреченно промычал Уин. «Вы на самом деле решили идти сами?» «А почему бы и нет?» — спросил Порус, забираясь в скафандр. Мир Деан сказал. «Шлем из-за свинцованного стекла может противостоять полю не больше часа, а, возможно, вы испытаете его частичное проникновение и через более короткий промежуток времени. Понятия не имею, что вы тогда станете делать. Это уж мои заботы». Порус замолчал, потом неуверенно добавил. «Я буду готов через несколько минут. Мне нужно поговорить с моей женой. Наедине». Беседа отличалась краткостью, причем это был один из тех крайне редких случаев, когда Тан Порус позабыл, что он психолог, и говорил то, что подсказывало сердце, без паузы, чтобы видеть непосредственную реакцию собеседника. Единственное, в чем он оставался уверен, срабатывала интуиция. Это в том, что жена его не повредилась рассудком и не сделала его сентиментальным, и он знал, что он не ошибается. Ведь только в последнюю секунду она отвела глаза, а голос ее задрожал. Тина выхватила платок из широкого рукава и торопливо выбежала из комнаты. Психолог поглядел ей вслед, затем нагнулся и поднял тоненькую книжицу, которая выпала, когда жена доставала платок. Не глядя, он сунул брошюрку в карман туники, криво усмехнулся и сказал «Талисман». Одноместный крейсер Тана Поруса мчался сквозь поле смерти, и почти сразу его охватило липкое ощущение заброшенности. Он передернул плечами. «Воображение! Сейчас нельзя нервам позволить распуститься!» Настоящее сияние. Искры, гаснущие раньше, чем он успевал их рассмотреть, разлилось в воздухе вокруг него. Потом сияние охватило весь корабль. Порус глянул вверх и увидел, что пять эрианских розовых рисовых птичек, которых он прихватил с собой, лежат мертвыми на полу клетки, представляя собой беспорядочную груду с топорщинных перьев. «Значит, поле смерти уже здесь!» Пробормотал он. Поле действительно проникало сквозь стальную оболочку крейсера. Посадка прошла довольно неуклюже. Крейсер сильно ударился об университетское поле. Танпорус в нелепом громоздком осьмиевом скафандре выбрался наружу, и его взору предстал безжизненный пейзаж. Всё, начиная от бурой щетины под ногами и заканчивая светящимся небом, ничего общего не имевшим с голубизной, говорил о смерти. Порус направился к факультету психологии. В лаборатории было темно, шторы так и остались опущенными. Психолог поднял их и принялся изучать бассейн со сквидом. Водяной клапан продолжал работать, и бассейн был полон. Впрочем, это единственное, что казалось здесь нормальным. Лишь несколько темно-коричневых и скрошившихся обломков напоминали о морских папоротниках. Сам сквид инертно лежал на дне бассейна. Танпорус вздохнул. Он вдруг почувствовал, как усталость и оцепенение наваливаются на него. Мозг не мог работать нормально, пребывая как будто в тумане. Какое-то время учёный глядел прямо и ничего не видел. Наконец собрался с силами, поднял бутылку, которую принёс с собой, и поглядел на этикетку. 12-молевая гидрохлоридная кислота. Он рассеянно промычал про себя. Две сотни кубиков. Теперь всё содержимое выливаем и насильно заставляем радиацию понизиться. Если только ионная активность водорода имеет здесь какое-либо значение. Порус нащупал стеклянную пробку и неожиданно для себя рассмеялся. Он вдруг вспомнил, что похожие ощущения испытал, когда единственный раз в жизни напился. Порус помотал головой, чтобы стряхнуть оцепенение, охватившее мозг как паутина. Теперь выждем. Несколько минут, пока сработает. И что потом? Понятия не имею. Что-нибудь, как-нибудь. А этот ворюга станет хламом. Станет хламом. Хламом, 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 хламом. И он принялся напевать простенькую песенку, пока кислота делала своё дело в открытом бассейне. Тан Порус был доволен собой и опять рассмеялся. Затем взболтал воду своей бронированной рукой и расхохотался ещё сильнее. Потом снова вернулся к песенке. Наконец он заметил неуловимые перемены в обстановке. Начал присматриваться, на время даже перестал петь. И тут случившееся обрушилось на него потоком холодной воды. Сияние в атмосфере исчезло. С внезапной решимостью Порус расстегнул шлем, отбросил его прочь и полной грудью набрал в себя воздух, несколько затхлый, но не смертельный. Наполнив кислотой бассейн, он уничтожил поле в зародыше. Можно отметить новую победу чистой математической психологии. Порус выбрался из своего осьмиого скафандра, потянулся и вдруг почувствовал, как грудь ему сдавила, та книжица, которую выронила его жена. Доставая брошюру, он подумал, «Талисман свое дело выполнил». И виновата улыбнулся собственному капризу. Улыбка застыла, когда Порус прочел название. «Вспомогательный курс по прикладной психологии. Занятие пятое». Это было равносильно тому, как если бы что-то большое и тяжелое внезапно обрушилось на голову, Порус наконец-то прозрел. «Тина, оказывается, целых два года изучала прикладную психологию. Так вот, каким был недостающий фактор?» Ему следовало предусмотреть это. Тогда он смог бы воспользоваться тройным переменным интегралом, но... Психолог надавил клавишу телекоммуникатора и вышел на связь. «Эй, — говорит Порус, слушайте все, все!» Поле смерти исчезло. Я перехитрил Сквида. Он отключился и с торжеством добавил. «И свою жену тоже!» Довольно странно, а может, ничего странного, но эта вторая победа доставила ему гораздо большее удовольствие. Спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам он понравился, то я предлагаю вам подписаться и поставить лайк, так это видео увидит еще больше людей. А также вы можете стать спонсором или поддержать этот канал по реквизитам в описании этого видео и заказать мой голос на сайте balsh.ru Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok